МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Принятие текста государственного гимна, проведение парламентских уроков и визит в казань Владимира Путина и Валентина Матвиенко. Этим отмечено первое полугодие очередного парламентского года. Председатель государственного совета Фарид Мухаммедшин на минувшей неделе подвел итоги шести месяцев и озвучил планы народных избранников на ближайшую перспективу. Подробности далее в сюжете. С января удалось рассмотреть более 300 вопросов. Активно работали комитеты, комиссии и обе партийные фракции. В рамках правительственного часа детально обсудили темы государственной поддержки детей-сирот и развития экономики в условиях ВТО. Фарид Мухаммедшин рассказал о взаимодействии с думскими коллегами. Они помогают Татарстану активно участвовать в федеральных целевых программах. Во втором полугодии будут новации в законодательной технике. Впредь, если будут ссылочные нормы на то, что ту или иную статью измененного или внесенного закона будет регулироваться правительством или министерствами, ко второму чтению обязательное требование приложите, пожалуйста, проект этого нормативного акта, чтобы у нас не было временного расхождения в реализации принятых законов. Особое место в парламентской деятельности отвели комитетом. По важным вопросам они проводили выездные заседания. Обеспечили население высокотехнологичной медицинской помощью, охрана атмосферным воздухом, господдержка агропрома. Народные избранники делились своим опытом и перенимали наработки коллег. Среди ближайших планов выездное заседание Совета Федерации. Сенаторы смогут познакомиться с объектами универсиады и увидеть, как обновилась столица республики. Мы еще используем для того, чтобы показать спортивную казань. После универсиады. Много же сделали. Федеральные деньги большие, крутые сюда пришли. Мы же им должны показать, они должны увидеть. А многие и, оказывается, в Казани не бывали. Сенатор России. Пусть видят, что каждый рубль, который мы получаем с федерального центра, копейку в копейку используется в делах. Кроме того, многих законодателей удалось дисциплинировать. Кое-кто подзабыл о своих депутатских обязанностях и часто пропускал заседания комитетов и сессий. Если ты избрался депутатом, ты обязан быть таковым не только в день заседания, в час заседания, но и по жизни. К тебе люди должны обращаться, а ты должен по мере готовности им помогать и содействовать. В эти дни депутаты госсовета заняты подготовкой к универсиаде. Они будут сопровождать делегации и гостей. Отдыхать народным избранникам долго не придется. На работу они рассчитывают выйти ко Дню Республики, 30 августа. Смена в корпусе районных руководителей. Свой пост по собственному желанию оставил муслюмовский глава Решат Хабипов. Депутаты муниципального совета проводят последние до перерыва сессии. Несмотря на лето, не спадает активность и политических партий. Коротко важным расскажет моя коллега Екатерина Белалова. В руководстве муслюмовского района произошли кадровые перестановки. Глава муслюмовского муниципального района Решат Хабипов сложил полномочия. В отставку подал и руководитель местного исполкома Дамир Мухамеддинов. Обязанности руководителя исполкома возложены на Рамиле Мулина, который работал прежде начальником управления в исполкоме Казани. По просьбе ветеранов и общественности решением муниципального совета Решату Хабипову было присвоено звание почетных гражданин муслюмовского района. Экс-глава поблагодарил республиканское руководство, депутатов и жителей района за поддержку на протяжении всех 11 лет его работы. Решат Хабипов В Казанском научном центре Российской академии наук состоялась пресс-конференция, посвященная законопроекту о реформе РАН. Напомним, коллектив Казанского центра выступает резко против нововведений, обозначенных в этом законопроекте. Представители научного сообщества в самых разных областях считают, что реформа может привести не к возрождению, а к развалу науки в стране. И в очередной раз посетовали тому, насколько мало по сравнению с другими странами государством выделяется финансирование на российскую науку. Между тем, в пятницу Госдума приняла законопроект во втором чтении. Получилось бурно, что вполне понятно. Предложены изменения самые большие за всю историю. Авторы хотят слить РАН с двумя академиями медицинской и сельскохозяйственной. Материальными вопросами займется уже названное выше агентство. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отправить всех академиков на пенсию и дать дорогу молодым. По его словам, все научные открытия совершаются до 30-летнего возраста. Владимир Жириновский предложил создать новую академию наук с молодыми кадрами. Это также помогло бы вернуть талантливых ученых на родину, резюмировал лидер ЛДПР. Справедливая Россия не поддержала законопроект. Сергей Миронов подчеркнул, что реформирование нужно. Проблем очень много. Госправросы неоднократно предлагали академическому сообществу инициировать реформы. Но то, что предлагается, это по сути ликвидация. РАН – это передача всей науки и самостоятельного научного сообщества в подчинение чиновникам. Со всеми вытекающими последствиями, считает лидер «Справедливой России». Сабантуй в Казани пройдет 13 июля уже на этой неделе. Наши традиции увидят десятки тысяч людей и участников универсиады из разных уголков планеты. А 30 июня праздник плуга отгремел в российской столице. Гостями московского Майдана стали татарстанцы. Как оценил праздник плуга глава парламента республики Фарид Мухамедшин узнаем прямо сейчас. Сабантуй в российской столице успешно праздновали еще в довоенное время. После 40-х традиции были утрачены и возродить удалось лишь в самом начале 90-х. За это время Сабантуй не раз менял место. Он проходил в Измайловском парке, на конно-спортивном комплексе Бица и вот уже третий год подряд праздник плуга москвичи празднуют в музее и заповеднике Коломенское. Здесь есть где разгуляться. И по некоторым оценкам это субботнее мероприятие стало самым массовым на планете Сабантуй в 2013. Его посетило чуть менее 200 тысяч гостей. Батыры в Сево, как в татарских селах, здесь не поздравляют, зато все остальные традиции чтят аккуратно. Сосезание в национальной борьбе крэш, лазанье на шест, бег с коромыслами, забавы на любой вкус и возраст. Татарстан на московском Майдане нынче представляли челнинцы. По всему Коломенскому они организовали десятки спортивных площадок, татарское подворье и даже цветочную композицию Париж-Дакар. Все это оценили и высокие гости. Столичный городоначальник Сергей Собянин и председатель парламента Татарстана Фарид Мухаммедшин. Руководство Москвы вот уже третий год отдает самую лучшую площадку, которая может быть в условиях этого мегаполиса для проведения праздника Сабантуй. Единственный недостаток очень жаркая погода, но от этого только встреча теплее становится и приятнее отмечать этот традиционный праздник. С каждым годом все больше и больше людей сюда приходят и они действительно отдыхают. Их не надо не уговаривать, не надо приглашать. Просто надо организовать и сказать завтра Сабантуй и все придут. С праздником! Спасибо! На Сабантуй в Первой престоле москвичи, как правило, не искупятся на культурную шоу-программу. И на этот раз своим творчеством блеснули не только звезды эстрады Татарстана. Все гости праздника увидели много известных медийных лиц. Вообще же Сабантуй в Москве традиционно собирает вместе выходцев из Татарстана. Для нас это национальный праздник Сабантуй. Здесь все собираются, татары. Мы тоже татары. Мы собрали здесь. Организация с каждым годом все лучше и лучше. Праздник удается, как всегда, отлично, все хорошо, замечательно. Организовано очень хорошо, на высшем уровне. Руководство Москвы, руководство праздника Сабантуй. Все великолепно, кормит отлично. Ну, все прекрасно. В общем, все нам очень понравилось. Все прекрасно, все здорово. И концерты организовали. И зрелищные такие домики, и национальный колорит. Все представили в полном объеме. Супер. За 4 года до старта универсиады в Казани в парламенте республики была создана специальная комиссия. Депутаты контролировали ход строительства спортивных сооружений, оказывали содействие в подготовке волонтеров, одним словом, держали руку на пульсе. Возглавила депутатское объединение председателя комитета по социальной политике Светлана Захарова. В канун начала 27-го мирового студенческого первенства она поделилась с нами тем, что удалось сделать, а что еще предстоит. Создание в 2009 году комиссии по реализации молодежной политики, формированию здорового образа жизни и подготовке к всемирной линии универсиады обусловлено не только начавшимся мировым первенством. Важно было определить план поздравлению татарстанцев и определиться серией общественных инициатив, например, добровольческого движения. Наши парламентарии прописали это в отдельных статьях закона. В законе о господдержке наших молодых мы прописали такое понятие как добровольческое движение, то есть поддержка, каким образом мы можем поддерживать наши добровольческие организации, в каких они грантах могут участвовать и просить. То есть вот в этом очень активно принимали участие наши молодые парламентарии. Вы знаете, что у нас молодежная палата работает, где активно как раз участвуют те самые добровольцы, которые вот они вышли с такой инициативой, что мы должны вообще обозначить, что у нас есть добровольческое движение. И вот в законе мы уже вот такие вот в общем-то прописали. В состав комиссии вошли молодые и уже опытные парламентарии из разных комитетов и фракций, представители молодежных организаций, дирекции универсиады, врачи и педагоги. В ходе заседания за 4 года рассмотрено более 30 вопросов. Мы выезжали на объекты универсиады, смотрели за ходом строительства. Мы посмотрели, как объекты универсиады готовы по доступности к инвалидам, к нашим малоимущим гражданам, то есть в связи с этим наверное у нас потом возникло предложение, чтобы разрабатывалась эта программа о доступной среде для наших инвалидов. И эта программа уже реализуется в течение нескольких лет. И на уровне федерального центра мы являемся субъектом, который в общем-то попал в пилотный проект. И отрадно, что в 2014 году мы также заявлены на эту программу. Отдельная тема, как будут работать спортивные объекты после проведения всемирных студенческих игр. Эту тему также рассматривали широко. То есть у нас очень многие депутаты являются руководителями крупных каких-то предприятий или частных даже структур, которые всегда говорят о самоокупаемости объекта. То есть мы вот дальше хотели бы в сентябре месяце посмотреть, как у нас будут вообще работать эти объекты. То есть не будут ли уходя на самоокупаемость, так что они там ограничат доступ маломобильным людям, тем же инвалидам, детям, чтобы мы хотели бы потом в сентябре месяце именно рассмотреть, каким образом будет осуществляться работа данных объектов универсиады. Сама же Светлана Захарова тоже рассчитывает посетить состязание всемирных студенческих игр и не только сопровождая делегации. Для главы комитета и профессионального врача со стажем здоровый образ жизни неотъемлемая деталь повседневной деятельности. По возможности посещу ряд соревнований, особенно касающиеся водного вида спорта, наверное, нашу национальную борьбу обязательно, чтобы поддержать именно те виды спорта, которые были впервые заявлены на универсиаду. Какой вид спорта вам по душе больше всего? Ну, я очень сама по себе люблю плавать и в детстве занималась легкой атлетикой. Ну, а в эти дни парламентарии будут задействованы на соревнованиях в рамках всемирных студенческих игр, причем не только в качестве зрителей. Каждый из народных избранников закреплен за гостями и иностранными делегациями, чтобы сопроводить их на поединке и показать столицу. В субботу вечером на стадионе Казань-арена состоялось долгожданное открытие 27-х летних студенческих игр. Мы предлагаем еще раз коротко вспомнить, как это было, а коллектив парламентских вестей прощается с вами до сентября. Дамы и господа, дорогие друзья, от имени гостеприимной России приветствую вас на всемирной летней универсиаде в Казани. ИСЯМИСИС. 27-ю всемирную летнюю универсиаду объявляю открытой. I declare that 20-ю For this marvelous gift salute to универсиад together. Давайте скажем спасибо универсиаде за этот восхитительный подарок. Ура! 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 Ура!